так ребята долго мы мучились мучились наконец-то первая рыбка тебе надо он 150 пока еще всего будет тогда выкину что-то ребята глухо как танки выловился вот опунек на батов скую резиночку зелененькую она уже любимая последнее время у меня стало так мужики прошло около полутора-двух часов и поймалась у нас еще один фудачок но этот чуть поменьше тоже на ямке на поворотах ловим пытаемся щучка чего-то совсем не хочет я специально поставил джиголовку 10 граммовую чтоб приманка планировала иди сюда малыш думал щучка лучше заинтересуется планирующей приманкой судачок любит чтобы стучало нет заинтересовался вот такой вот ну грамм 800 судачок на батовскую резинку резинка фирмы бат 10 грамм 2 головы так ребята наконец-то я дождался свою щучку вроде неплохая от ли а даже судак хороший полтора-два где мой сачок где мой сачок вот он малыш дождался я его топочки иди сюда василий алибабарич все хорошенький такой качественный но рыбалка уже часа два с половиной идет оторвал штук пять или шесть резинок и все-таки дождался какой ребята черный красивый клюнул этот судачок ребята опять на такую красивую зеленую резинку фирмы бат вот она копия на кейтек изи шайнер о какой красавчик ребята отличный не знаю не у меня побольше твоей где там сачок у меня на два сантиметра больше твоей оба нам дома шнур сам клёк попер да ну все пожирнее бы что это за рыба такая кого вы ловите рыба шнур главное чтобы на нас серёга шнуров не обиделся серёгу шнуровым и людям слушать а какой шнур сам веселенький иди гуляй ну это на батовскую резиночку клюнул но тоже на зелененькую ну а как зелененькую резиночки поставили начало клевать ловили на коричневые не клевало ну вот ребята дождался я своего рыбщика не знаю кто какой похоже на щуку почему-то очень дёргается судаки обычно так не дёргаются очень похоже на щуку может окунь крупный а у меня флюрик стоит ребят кто-то будет спрашивать так шпиннинг отрабатывает вот так он отрабатывает отлично он отрабатывает что у нас там судак надеюсь судак где он нет так себя щуки наверное ведут что под лодку не надо кто-то хорошенький кто-то хорошенький у нас тут поймался щука монстр ребята щука на десятку и поводок из флюрокарбона и как мы ее будем брать тем видно монстры ну десятка не десятка а может быть и десятка очень жирный щук флюрокарбоновый поводок не отручила ребята она просто квадратная взвешивать будем на берегу ну вот норма вылова на сегодняшний день выполнена рекорд по щуке я думаю у меня сегодня побит ну килограмм пять-шесть по любому ну ладно на берегу взвесим ловим дальше просто нереально маленькая такая щучка а клюнула эта щучка у нас на батовскую резиночку вот такую зелененькую о аж крючок погнуло зверюга ну там килограмм пять-шесть это по любому у меня аж руки дрожат сразу тепло стало ничего не мерзнет все хорошо можно еще половить кайф сейчас крючок выпрямлю и вперед всем привет ребята только что вы просмотрели тупую рекламу снятую на платнике и на нижней волге только в этот раз в роли платника выступала десногорское водохранилище ну а в роли нижней волги пришлось использовать смоленский безрыбный днепр у нас уже года два на нем практически нет рыбы ну по официальной версии был замор ну а там фиг его знает что было короче сегодня мы с вами будем говорить про силиконовые приманки фирмы БАТ кто смотрит мой канал тот уже их неоднократно видел ну а кто не смотрит тому немножко поясню что это за фирма это российская фирма которая производит рыболовные товары в том числе и силиконовые приманки причем силиконовые приманки ребята она производит ну по цене ниже некуда вот например те приманочки которые вы видели в видео вот это вот пачечка где пять штук сто пятнадцатый силикончик это вот правда новинка там сотый силикон был в видео стоит что-то сто пятнадцать или сто двадцать рублей вот такая вот пачечка пять приманок силикошек вот короче фирма БАТ уже больше двадцати лет этим занимается и поначалу на нее как-то я не обращал внимания ну дешевый силикон делается в Китае что на него смотреть ну и тому подобное и ловил ну на другие приманочки ну а в том году я решил половить на большие силикошки то есть на силикошки вот такого вот примерно размера полазил в интернете поискал производителей да производителей много кто делает вот такие вот приманки но цена вот таких приманок примерно двести пятьдесят рублей за одну вот такую вот приманку ну и я нашел вот БАТ написал им пообщались и они мне кстати прислали вот таких вот силикошек на тесты еще там вот такого цвета ну размер один и тот же хотел я короче половить на большой силикон ну половить на большой силикон у меня как-то не очень получилось так как пробовал одевать их вот на такие вот овсетники одиннадцатого номера но они очень широкие и на овсетники сидят плохо одевать боком тоже не ну не кайф ребята потом они плохо играют большие силикошки на овсетниках на их надо одевать короче на джиголовке то есть нужны джиголовки размером там десятого одиннадцатого номера крючки чтобы до половины рыбки хотя бы вот крючок был а рыбка это он восемнадцать или двадцать два сантиметра там у меня вроде есть эти вот сколько ай ладно не будем смотреть неважно ну короче начал искать джиголовки а джиголовки тоже по сто пятьдесят рублей купил три штучки и оторвал их на первой рыбалке у нас ведь ну сплошной лес на десногорском водохранилище купил еще три штучки опять оторвал на первой рыбалке ну и как-то отрывать по четыреста пятьдесят рублей на каждой рыбалке ну ну не кайф сами понимаете и сейчас я вот ищу возможность где-нибудь купить здоровые крючки и самому на них отлить ну свинцовые шарики сделать джиголовки самому буду искать большие крючки тем более у меня сейчас спиннинг подходящий для такого силикона есть ну вот короче я отвлекся на большие половить не удалось и у меня были вот такие вот еще и вот они у меня ловили буквально весь год где я только не ловил и на Десногорске и на Днепре и вон там на деревенском прудике щучку ловили щучка их ела судак ел окунь ел все ели вот эти вот дешевенькие приманочки копию на Кейтэч Изишайнах ну и вот я в этом году у меня закончились вот эти вот резиночки написал обратно фирме БАТ попросил вот таких вот силикошек такого цвета такого цвета и они мне без вопросов согласились прислать по несколько пачечек такого силикона и вот я бы так бы и не снимал это видео просто они мне кроме этого силикона прислали своих новинок ну я просто обязан их теперь показать не знаю разловлю я их или нет ну покажу это вот копия аваруна вот такого вот цвета ну аваруну мы рассматривать не будем самое главное что мы сегодня разглядим это вот ребята вот такие вот бычки кстати в этом году фирма БАТ видимо начала делать свой силикон где-то в другом месте или поменяла технологию так как силикон реально стал на порядок выше по качеству вот прям на порядок честное слово пачки поменялись упаковки но это не так важно а вот теперь я вам покажу вот сами эти бычки это просто я не знаю они настолько прикольные что я прям от них балдею как видите очень мягенькие мягенькие приятные и они съедобные знаете они пахнут какой-то вот не то таранкой не то вот какой-то ну какой-то рыбой пахнут не то копченой какой-то рыбой знаете когда вот вы едите рыбу руками потом без мыла руки помыли а запах остался вот такой вот у них вот запах у этих рыбок ну посмотрите сами это просто прикол не знаю получится разловить или нет но бычки просто офигительные вот это вот сто двадцатые бычки по длине сейчас я посмотрел в магазине у них вроде нет ну и думаю в скором времени появятся ну и я по-любому думаю разловлю вот этих вот бычков вот такого вот цвета злобный бычок да хвостик его вот так вот возьму такой вот прикольный бекер вот таких вот бычков ребята начали делать очень классно еще мне прислали вот таких вот ну это обычный как вам сказать вибро хвост существует он у многих фирм но не у всех есть вот именно вот такие вот цвета у нас почему-то вот в этом сезоне работал вот такой вот цвет приманки очень мягкие имеется вон видите пазик под крючок чтоб жало крючка пряталась кстати немаловажная вещь на рыбалке очень даже помогает меньше зацепов меньше крючок на бок куда-то заваливается ну и видно куда втыкать когда мы насаживаем приманку короче вот такие вот у меня сто двадцатые они сто двадцатые рыбки теперь есть такие же коричневые ну и в принципе все только мне каждых их прислали по несколько пачек ну и вот коричневые копия на изишайнах коричневые рыбки вот в принципе и все что я хотел вам сегодня показать похвастаться обновками думаю в течение года вы еще не раз их увидите я надеюсь если на них будет клевать то вы естественно их увидите ну насчет вот этих сомнений вообще никаких нету это просто бомбезная резина я в ней уверен на сто процентов ну а насчет остальных будем смотреть надеюсь мне удастся где-то найти или дешевых больших джиголовок или самому наделать где-то крючки найти где-нибудь на алиэкспресс купить вот таких вот крючков специальные такие крючки есть под джиголовки ну и самому уже отлить и тогда получится разловить вот эти вот великолепные толстые силикоршки которые очень красивые очень жирные ну мне их просто не на что пока одеть одевать крючки пятого шестого номера крючок выходит вот здесь прям за головой это не рыбалка ребята это херня получается так что будем искать для больших резинок крючки и джиголовки вот такой вот силикон кому интересно оставлю ссылочку под видео промокодов никаких нет не договаривались ничего мы вообще на видео не договаривались с фирмой бат это я уже по своей инициативе снимаю вот этот видосик показываю какие у меня в этом году появились новые резиночки ну и заодно кто любит у нас подешевле что-то купить вот отличная наша российская фирма все ребята всем удачи пока ссылка под видео в описании 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 с